Новейшие образцы военной техники и вооружений в ближайшие несколько дней можно увидеть в Нижнем Тагиле. Там открылась юбилейная 10-я международная оружейная выставка, входящая в число крупнейших в мире. Представлены и российские разработки, и зарубежные. Их возможности продемонстрировали сегодня на полигоне. Танки, бронетранспортеры, зенитные установки, авиации уничтожали условных противников. Лучшие образцы вооружения в действии увидел Сергей Цуцкин. Летающий танк Т-90С – визитная карточка Нижнетагильской выставки. И одна из многочисленных боевых машин, которые демонстрируют сегодня свою огневую мощь. Впервые в истории Russian Arms Expo стрельбы проходят в формате военных учений. По легенде, объединенная тактическая группа блокирует и полностью уничтожает незаконное вооруженное формирование. Огонь ведут также вертолеты и самолеты. Сейчас на рубеж бомбометания выходят бомбардировщики Су-24М. Полигон «Старатель» под Нижним Тагилом стал бессменной площадкой для выставки именно потому, что здесь можно продемонстрировать боевые качества практически любого вида вооружения. Но в этом году особое внимание приковано и к технике внестрелкового поля. Новинка – Т-14 на платформе «Армата». Танк пятого поколения, который представили широкой публике 9 мая. Тогда он принимал участие в параде, а сегодня его можно впервые рассмотреть вблизи. Но эта разработка по-прежнему остается секретной. Ее демонстрация проходит в ограниченном режиме. В стрельбах танк участие не принимает и потрогать, а тем более посмотреть изнутри, не получится. И все равно все иностранные делегации просят провести их именно к этой машине. Мы рассматриваем модернизированные версии танков и БМП. Но, конечно, очень впечатляют недоработанные, а абсолютно новые танки. Мы рады тому, что уже можем на них посмотреть. Для современного оружия нужна огневая мощь, защита от противотанковых управляемых ракет, мобильность и мощность двигателя для большей скорости. Сегодня в павильонах и на гостевых трибунах много иностранных гостей. Свои делегации прислали правительство 65 стран, в том числе Индии, Германии и Франции. А такие государства, как Кувейт, Саудовская Аравия и Таиланд, представлены министрами обороны. Российское вооружение традиционно привлекает повышенное внимание у стран Азии и Африки. Мы приехали сюда, и нас интересует техника сухопутных войск. В первую очередь танки Т-90 и другая техника, в том числе автомобили. Нас вообще интересует российское вооружение, потому что оно очень хорошо себя зарекомендовало. Также к концу выставки организаторы ожидают подписание нескольких крупных международных контрактов. Но еще стоит отметить, что он открыт как для специалистов первые два дня, так и для рядовых зрителей в два дня последующих. Сергей Цуткин, Максим Трубников, Елена Карькина, Андрей Кач. Уральское бюро Первого канала. Свердловская область. Спасибо. Спасибо.